Избирательные участки в Самаре открылись с 8 утра. По данным обл. избиркома, к работе приступили все 1414 участковых избирательных комиссий. Особое внимание организаторы выборов уделили обеспечению безопасности людей. Весь процесс проходит с учетом соблюдения рекомендаций, утвержденных Роспотребнадзором. Все средства защиты нам выданы, все рекомендации Роспотребнадзора мы выполняем. Маски, перчатки, ручки индивидуальные каждому. Все нам выдано. Дисциплинированно все проработали. Хорошо. Отдать свой голос и проверить, как при голосовании обеспечиваются нормы санитарной безопасности, на свой избирательный участок в 132-ю Самарскую школу пришел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Муниципальные депутаты – это муниципальная власть. Это власть самая близкая к людям. Во всяком случае, так должно быть. И вот чтобы было именно так, на избирательные участки должны прийти избиратели, должны прийти люди, которые живут в этом поселке, живут в этом районе, живут в этом городе. И отдали свои голоса за того кандидата, кто, по их мнению, и будет представлять их интересы в полной мере. Будет защищать их права, будет рядом в сложные минуты. Правом досрочного голосования воспользовался и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Он отмечает, что муниципальный уровень является основой всей системы власти. Это как бы фундамент. Вот здание, представьте. Прекрасное здание можно построить. Третьи этажей с плохим фундаментом или на плохой почве. И здание поплыло. Так вот и в политике тоже. Поэтому мы должны поднять и усилить авторитет местной власти, муниципальной власти. Участие в голосовании приняла главный врач городской самарской больницы номер 4 Наталья Виктор. Мы в дальнейшем определяем то, как мы с вами будем жить. Как будут жить наши дети. Как будет развиваться наша страна. Ведь мы все любим свою родину и надеемся на ее поступательное развитие. Но наша родина начинается с малого. Со своего подъезда, со своего двора, со своей улицы, со своего города. А вот в этом очень большую помощь оказывают депутаты местного самоуправления. Досрочно проголосовала директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова. Сейчас мы выбираем самую близкую к нам власть. Это в райсоветы. Именно с этими депутатами нам жить. Потому что уже дальше, выше они нас представляют. Именно они будут представлять наше мнение. Поэтому я считаю, что это очень важно. Свой выбор сделал и заслуженный артист России Владимир Гальченко. Выборы, которые проходят в эти дни, они самые близкие к нам выборы. Потому что решается судьба нашего города. Мы все с радостью замечаем, как изменилась Самара за последние годы. Как Самара стала европейским, удобным для жизни городом. И вот сегодня, в эти дни, мы выбираем тех людей, кому мы доверим наш город на ближайшее время. Следят за выборами в Самарской области общественные наблюдатели. Независимый мониторинг призван обеспечить легитимность процесса и результатов голосования. Все люди, которые изъявили желание стать наблюдателями, прошли специальные курсы, которые проводил региональный избирком. Слушателям рассказали о стандартах наблюдения, а также чему нужно уделять пристальное внимание. С проверкой на избирательный участок 29-18 в Ленинском районе пришел председатель городского совета ветеранов Владимир Пронин. Вопрос заключается в том, чтобы посмотреть все избирательные участки в нашем городе. И в целом сегодня по области тоже наши сотрудники ездят, как говорится. И смотрим, как все здесь организовано. Ну, я вижу, что организация очень хорошая. С точки зрения безопасности по коронавирусу, то же самое все здесь поддерживается. 11 и 12 сентября голосование будет проводиться до 20 часов в помещениях участковых избирательных комиссий. Избиратели, которые по состоянию здоровья не смогут самостоятельно прийти на участок, имеют право проголосовать на дому. В единый день голосования 13 сентября избирательные участки будут открыты с 8 до 22 часов. Лариса Шалафаст, Андрей Горгуленко, Максим Гусев, Константин Головин, Василий Колдашов. События.